Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 февраля. Житие преподобного Кита Пресвитера Печерского. Как открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, и как нисходит мир Божий, превосходящий ум, и охраняющий тело и душу, стремящегося к нему человека, все это видим в житии блаженного Кита. Он был инок Печерского монастыря, почтенный станом Пресвитера. На подвиге, достойный вечного блаженства, преподобный Кит был наставлен следующим обстоятельством. У него был брат не по плоти, а по духу Черноризис, того же монастыря по имени Евагрий, Пасану Диакон. Великая и нелицемерная любовь соединяла двух иноков, так что все дивились их единодушию и взаимной любви. Но ненавидящий всякое добро дьявол, обыкший сеять плевелы среди пшеницы, и между ними посеял вражду. Гневом и ненавистью они... Он так омрачил их сердца, что они не могли даже взглянуть друг другу в лицо, и поэтому всячески старались избегать один другого. Когда один шел к церкви с кадильницою, тогда другой убегал от каждения. Если же один не отходил, то другой проходил мимо него, не покодив. В столь греховном мраке они пребывали долгое время, так что по дьявольскому внушению даже дерзали возносить божественные дары и причащаться их, не примирившись друг с другом, не спросив прощения друг у друга. Много раз просила их братья примириться, но они и слышать не хотели. Однажды по Божьему всмотрению случилось преподобному Титу так сильно захворач, что он уже не думал остаться в живых. Тогда он горько стал плакать о своем прегрешении и смиренно послал к дьякону Ивагре сказать ему, «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Но тот не только не простил Тита, но стал еще более поносить его и даже проклинать. Однако братья, увидев, что Тит уже умирает, силы привели к нему Ивагрия, чтобы он примирился с братом. Увидев его больной, приподнявшись, упал к ногам Ивагрия, говоря со слезами, «Прости меня, Отче, и благослови». Но немилостивый и бессиловечный Ивагрия отвратился от брата и перед всеми сказал полной ненависти слова, «Я никогда не хочу примириться с ним, ни всем веки не в будущем». Сказав сие, он вырвался из рук братья и упал. Иноки хотели поднять его и нашли его мертвым. Они не могли ни сложить ему рук, ни затворить уст, ни закрыть очей, словно он умер давно. В это время Блаженный Тит стал совершенно здоровым, как будто бы никогда не болел. Все ужаснулись, видя внезапную кончину одного и быстрое исцеление другого. Они начали спрашивать Блаженного Преситера Тита, что бы это значило. Блаженный Тит поведал им то, что ему было открыто о всем свыше. Во время болезни, так начал Блаженный Тит свой рассказ, «Я еще одержимый гневом увидел, как ангелы отступили от меня. Они рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я и начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили мне у брата моего прощения. Когда вы привели его ко мне, я поклонился ему, а он отвернулся от меня. Я увидел одного немилостивого ангела с пламенным копьем, коим он ударил непростившего меня, и тот упал мертвым. Тот же ангел подал мне руку, поднял меня, и вот я выздоровел». Устрашенные рассказом иноки много плакали об умершем Евагрии. Они погребли его, но не могли сложить ему рук и закрыть глаза и уст. Сами же особенно стали блюстись гнева, прощая друг другу всякое слово обидное, памятные слова Господни, что «всякий, гневающийся на брата напрасно, повинен суду». Так же и святой Ефрем Сирин сказал, «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». И можно было сказать тогда в разумленной брате, «Мир мног, любящим закон твой Господи». Но особенно сам пресс-витер Тис, видя как за примирение со своим братом он получил примирение с Богом и был избавлен от смерти не только телесной, но и душевной. С этого времени даже и не думал гневаться на кого-либо, но отбросив гнев, приобрел постоянную любовь к братии, которая как корень мира есть союз совершенства. Она исходит от чистого сердца, из совести благой, и веры нелицемерной. Она долго терпит, милосердствует, не завидует, содержит в себе все добродетели, особенно постола, мудре, постоянную молитву. Блаженный с этого времени всегда имел в своем сердце слова Писания. Уцеломудритесь и трезвитесь в молитвах. Прежде же всех друг ко другу любовь прилежную имейте, потому что любовь покрывает множество грехов. Принося бескровную жертву, пресс-витер Тит исполнял и следующее евангельское слово. Если любите ближнего, как в себе, то это боли всех всесожжений и жертв. Он стяжал в себе столь невозмутимый мир, что, пылая чувством совершенной любви, не мог, скорбя, сказать, нет мира в костях моих от лица грехов моих. Совершенный мир души всего постника был таков, что на нем истинно исполнилось изречение апостола. Царствие Божие не пищи и питье, но правда и мир. Посему и на небеси блаженный Титу достоился получить упокоение, стремясь к которому он после многих трудовых подвигов отошел ко Господу. Святое тело его почивает в одной из печерских пещер, полной святых, как дольнее небо. Духом же он присутствует на небе, куда вознесен руками явившихся ему ангелов. Они могли сказать о нем о всем прежде грешники, потому уже достойны покаявшимся праведники, достойно покаявшимся только то, что сказал святой Павел об апостоле Тите. Утеши нас Бог пришествием Титовым. Мы также радуясь можем сказать в ответ всем небесным жителям из того же Писания. Мы утешились в виде вашего утешения и особенно возрадовались радостью Тита, упокоившегося среди вас. Преподобный Тит жил в 12 веке. Святыми молитвами преподобного Тита Господа сподобимся и мы, отложив всякий гнев, получить прощение грехов и восприять упокоение временное и вечное от Христа Иисуса Господа нашего, Который есть Бог любви и мира. Ему же слава с Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.